Судью, от действий которой у Владимира Путина, цитата, встали волосы дыбом, проверяют на профпригодность. Ее постановление рассматривает коллегия судьи Липецкой области. Накануне президент страны возмутился решением мирового судьи, в котором человека привлекли к ответственности за факт обращения в прокуратуру. Мы отправились в Липецк и пообщались с фигурантом постановления. Речь идет о постановлении судьи Екатерины Геворкян в отношении местного бизнесмена Василия Урываева. И проблема даже не в самом деле, которое она рассматривала, в крайне странной причине его возбуждения. Человеку в качестве преступления вменяется сам факт обращения в прокуратуру. Прочитав формулировку, президент усомнился в квалификации местных судебных органов. В постановлении судьи написано такой-то фамилии и дальше совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыма вставят. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Основа этой удивившей президента истории – соседские войны. Дело было в 2009-м. С одной стороны бизнесмен Василий Урываев, с другой – через участок зампред Липецкого областного суда по уголовным делам Александр Беседин. И живущий у него англичанин Саймон Пол. Он учит детей английскому языку. Урываев обвиняет Бесидина в присвоении двух метров его земли, а гражданина Великобритании в краже стройматериалов и жалуются в прокуратуру. После этого, по словам Урываева, со стороны англичанина начинается провокация. Моя жена шла к нам вместе с дочкой семилетней. Шетелся на большой скорости, пьяные, наезжают на них, пытаясь наехать. Хотя они прячутся за столб, он выворачивает машину, задом столкает, там подъехала другая машина, бьет ту машину. После этого случая Урываев пишет заявление в прокуратуру с неосторожной формулировкой. Остановите эту англичанинскую свиньбу. Получаю место ответа против себя в уголовном делу. Я ей сказал, что это мое конституционное право. Она сказала, что я тебе покажу твои конституционные права. Позже уже само дело рассматривал другой судья, который бизнесмена оправдал. Но после этого последовала целая череда уже других судебных исков против сына Урываева. Он связывает это именно с местью соседа. После шести с половиной лет борьбы жена бизнесмена дошла до президента. Это ее обращение за скандальным постановлением попало в руки Владимира Путина. Адвокат Марс Тарасов говорит, что подобные решения, от которых волосы встают дыбом в судопроизводстве, не редкость. И то, что именно президент обратил на это внимание, крайне важно. Если брать с точки зрения юриспруденции, с точки зрения структуры, построения даже вот этой фразы, но она изначально до того безграмотна. То есть юрист, имеющий высшее образование и занимающийся уголовным правом или процессом, если мы говорим про уголовное право, но это в корне неправильно и не может быть такой фразы вообще. То есть сам факт обращения в прокуратуру не может являться правонарушением. Понимаете? Сам факт обращения в прокуратуру. Это право каждого гражданина обращаться в прокуратуру. Владимир Путин поручил разобраться в этой, по его словам, несуразице, генеральному прокурору и председателю Верховного суда. Проверку начала квалификационная коллегия судей Липецкой области. Все материалы дела изучат, объяснения всех участников выслушают. Алла Гранкина, Ольга Жиренкова, Кирилл Гришин. Новости 360.